Во имя Господа, Иисуса Гридович! Они встретились в начале гражданской войны в Донбассе. Гиви, он же Михаил Колстых, местный. Моторола, он же Арсений Павлов, приехал с Кубани. Гиви срочную службу проходил в украинской армии, танкистами. Моторола на российском флоте. Теперь они два боевых донецких комбата. Зарапали, я понял. Два раза. Да не привык я за 8 лет граждан. Если ты служил не так, а скорее бы домой, а служил с удовольствием, выполнял задачи с удовольствием. Проходит потом время, когда ты увольняешься, заводишь семью. Ну каждый день, если ты встречаешь товарищей, сослуживцев, или просто с человеком, который служил в армии, есть о чем с ним поговорить. Для которых какие-то маленькие сокращения, там, ПКТ, ПК, для того человека что-то значит. И для тебя это значит. Моторола воевал на Кавказе. Сначала морским пехотинцем. Потом подписал контракт в спецназе группы. Но ушел на гражданку. Мыл машины, резал камень, завел семью, жил как все. После работы приду, там, посмотрю в интернет, что происходит на Майдане, когда там кричат, мы за каждого убитого нацика будем убивать 10 русских. О каких русских, мне интересно было, ведут они речь. И вот в один прекрасный момент, проанализировав все это, поняв, что нужно съездить просто и посмотреть своими глазами, пока есть возможность. И Гиви, и Моторолу возмутил Майдан. Толпа, скандирующая оскорбления в адрес миллионов других обычных людей, живущих и в России, и на Украине. Я работал на заводе. Нормальный зарплат, всего хватало. Но когда все это увидел, этот Майдан мерзкий, который мы так долго терпели все, когда начало все это расширяться, этот правый сектор, эти лейбы фашистские, все остальное, ну как-то, ну и потом я собрал вещи, и 1 мая уже был славянским. Почему? Да потому что, наконец-то, хоть раз в жизни, хоть один народ, я имею в виду Донбасс, Луганскую республику и Донецкую республику, высказали свое мнение. Это батальон Моторолы, Спарта. Батальон, Батальон! Сплоченные люди, воюющие не по принуждению, а по собственному твердому желанию. Добровольцев приезжает много, но остаются не все, лишь каждый пятый. Машина! Вообще-то выходит? Здесь идет жестокая война и очень страшная. Даже, казалось, для подготовленных бойцов. Кто-то там приезжал, был в Чечне, различных вооруженных конфликтов, а тут конкретно противостояние двух армий, у которых в наличии артиллерия и прочие все прелести войны. И тогда, когда они понимают, что они где-то сражались под поддержкой артиллерии, куда-то заходили со стрелковым оружием, здесь уже можно погибнуть просто от артиллерийского снаряда, от какого-то осколка, ну, или просто сгореть от зажигательных снарядов. Может быть, повезет, я даю до второго конца. Может быть, сами понимаете, это война. В данный момент я командир отдельного батальона, мое звание подполковник, у меня великолепный батальон, смелые ребята. Мы сдружились с Монтаролой. Вы сами показываете, это знаете, и для кого-то не секрет, что наши два батальона почти всегда вместе воюют и всегда наступают. Это Семен Пегов, российский журналист, чьи дерзкие вылазки и репортажи об этой войне сделали его знаменитым, как и Евгения Поддубнова. Мы с группой Семена отправляемся на РЛС, на позицию, где вместе обороняются бойцы Гиви и Моторолы. Едем мимо разрушенного Домитского аэропорта. Дальше за взлетную полосу. Едва выскакиваем на летное поле, по нашему БТРу впускают в тур противотанковую ракету. Чудом не попадают. Начинают обстреливать из минометов. Чё, как настрой? Батвальный настрой. Постреливают? Просто постреливают. Слушай, а сейчас вот БТР ехал, пролетело. Чё за хрень пролетело? А я положил оттёжку туда. Знакомые ощущения. Переход из мирного состояния в боевое. Эти люди, всыпившись зубами в крохотный клочок земли, обороняют подступы к Донецкому аэропорту. Командует старшина с позывным «Кошмаром». Заявления о перемирии звучат в кабинетах. Бои не прекращаются. Украинские позиции в 300 метрах. Когда они получали по жопе, они всегда просили перемирия. Всегда начинались вот эти переговоры, начинались слова о перемирии, когда конкретно подготовленные люди шли их убивать. Тогда им хотелось перемирия. Тогда, когда они умирали пачками. Смотри там аккуратно, всю сторону слайд. Понял, понял. Чё, парни, устали, наверное, заряжать-то? Нет, нет, нормально. Мы же не на отдых приехали, а на войну. Ну, я смотрю, настрой боевой. Молодец, давай, разносали. Так, давай сюда, давай. Красавцы, красавцы. Мы видим, что обстрел выводит бойцов из терпения. Гранатомётчик с позывным «Белый» берёт два заряда. Или, как он выражается, две морковки. Пару что возьмите? Пару морковок, скажите. Пошли потанцуем. Это сленг. Пошли потанцуем, значит, пошли повоюем. Братцы, а что за пресса? Россия один, братцы. Белый уходит, остальных кошмар загоняет в блиндаж. Старчина у вас такой бравый солдат. Правильно, людей надо воспитывать. Чтоб не выходили, никуда не положится. Чтоб были все укрытия. Ну, иногда приходится понирничать за них, когда особенно что-то у них не срастается на передовой. Каждый раз выезд любого экипажа для меня – это очередные седые волосы. Я за ребят переживаю. Да, не скрываю, я сам выезжаю. Что делать? Если я буду сидеть в кабинете команды по телефону, я не считаю себя правильным комбатом. Коллега, бегом, бегом! Пушек и танков я здесь не заметил. Зато этих людей обстреливают из минометов. 120-ка пролетел. Нет, это РПГ. Это РПГ-7. Это РПГ-7 отработало. Это белый. У нас есть соленые огурцы, автомат Калашникова, пулеметы, РПГ. Все, вот наше оружие, чем мы защищаемся. Это самая передняя точка. Да. Самая жаркая точка. Туда, куда они хотят зайти, но у них не получается. Им все равно, кто здесь находится. Пресса, не пресса, да. Они видят Беккеров, по нему стреляют. Они видят БТР, БМП, они по нему стреляют. Технику сразу увидели и сразу по нему стреляют. Все готовы, все готовы. Так, штатив, накопили? А теперь мы уезжаем назад. Пойдем, пройдем. Пойдем, пройдем. Пиши, стой. Давай, я понесу. Поможешь? Да, соним. Мы проскакиваем, открытое пространство и набиваемся в БТР. Бело, 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 бело. По одному, везли. С трудом закрываем десантный люк. Давай еще одного. Давай, давай. Добро. Закрывай дверь, как скотча через этот самый люк. Надо закрыть. Давай, давай. Несколько напряженных минут. Пустят ли по нам управляемую ракету еще раз или нет. А если пустят, то попадут. О плохом лучше не думать. Пока мы ехали, бойцы прикрывали огнем. Это нас и спасло. Да не, не, нормально. Спасибо большое. Будем живы, не помрем. Это наши камикады. Ну, когда ребята возвращаются уже, там, или пехота моя же, находится под обстрелом. Как узнаешь, что все нормально. Как так успокаиваешь, такой. Даже до сна доходит. Что хочешь вызвать лечь и уснуть просто. Так, до такой степени нервничаешь. Что я, что моторолом. Ну, сидеем на глазах. Геви и Моторолы люди весьма популярны. Их репликами забит интернет. Постоянно можно увидеть что-то новое. Как правило, с линии фронта. Кому-то это не нравится. Не звят, может быть, эти камбаты больше заняты не войной, а саморекламой. Мы с Моторолой всегда были на передовой. Кто бы нас там не поливал грязью, что мы с Моторолой там ютубовские мальчики. Ну, это ваши мнения, нам все равно. Самое главное, что наши люди знают, какие мы. Если мы были плохие комбаты, надо не было батареалов. Ни у него, ни у меня. Я не по своей воле стал популярным. А ввиду того случая, когда журналистов поймали под Краматорском, дали МПЗРК. И вот тогда Моторола снял маску и заступился за журналистов. В интервью объяснил, что это не шпионы, а репортеры, которым его бойцы дают свои записи. А МПЗРК это вообще грубая провокация. Мы снимаем видео всегда сами и передаем журналистам. Сразу же. Чтобы, как бы, если... С тех пор Моторолу стали узнавать всегда и везде. Его лицо, его голос. Он признается, что порой стесняется выходить на людей. Как они стреляют с пушек по домам. Вы, допустим, можете себе позволить пойти в супермаркет, постоять, поубирать что-нибудь, какой-то продукт? Я не могу себе этого позволить. Потому что, если я только остановился, люди подходят, некоторые просят автограф, некоторые сфотографироваться. Всем приятно, ну, то, что вот они у меня увидели. Поддержать меня надо. Они признаются там в любви, там, желают всего наилучшего. Моторолла – неординарная личность. Он жесткий и одновременно демократичный. Его авторитет не пререкает. Если Моторолла – современный Чапаев, то есть и Петька. Это Воха. Позывной такой. Только он не простой помощник, а целый замкомбата. У Охи ранена правая рука, поэтому пулемет закреплен с левой стороны. А знаете, почему батальон Гиви называется «Сомали»? Однажды, еще во время боев в Славянске, кто-то пошутил, увидев его бойцов, загорелых, шортах и тапочках. Но прямо пираты. Отсюда и пошло «Сомали». А Моторолла назвал батальон «Спарты» и использовал сюжет одной из компьютерных игр. И вот там в игре, в метро, там было распределено все. Там коммунисты, фашисты, простые люди, кто-то чем-то занимается. Там интересно уже, после ядерной войны, они живут в метро, разделились на какие-то кланы. И один из этих кланов «Спарта», который не заинтересован в той или иной политической подоплеке, им неинтересны. Им интересны люди, безопасность людей. Вот такие занятия в батальоне «Спарта» проходят день за днем. Одни группы учатся, другие воюют, потом меняются. Еще несколько интересных деталей. Откуда взялся позывной Гиви? Так звали прадеда Михаила Толстых. Он был грузинских кровей. Ну а комбат Павлов, его позывной появился еще в армии. Пошел! В Мотороле, еще когда я был в Чечне, я был связистом командира батальона тактической группы. Я постоянно ходил со станции, я низкого роста, метр шестьдесят пять, в бронежилете, в общей разгрузке, то же самое. В маске, в шлеме. У меня был тренчик, написано, мы убиваем не оружие, мы убиваем голосом, там, все дела. И, потому что я был маленький и с антенной, вот, начальник комендатуры, начальник комендатуры Веденской, дал мне вот такое прозвище. Моторола. Внимание, заряжай! Призывного возраста для бойцов Спарты и Сомали не существует. Все зависит от физических кондиций. Единственное, воевать отправляют только тех, кому исполнилось восемнадцать. Люди отовсюду. С Украины, из России, даже из Средней Азии. Я, как бы, не такой уж серьезный супер-пупер командир, там, такой, с каменным лицом. Я нормальный, обычный человек. Меня, допустим, в подразделении не принято, там, когда я захожу, там, кричать смирно, там, или еще что-то. Я с ними, как бы, на одном уровне. В настоящей таком армии не бывает. Но мы, в настоящей армии бывает тогда так, когда подразделение выполняет боевые задачи. Вот, вот мы сейчас выполняем боевые задачи. Несколько слов о том, без чего ни одной войны не бывает. Терпение, сострадание, ненависть. Эти качества характеризуют людей. Из-за чувства ненависти не всегда хороший помощник. Для того, чтобы вести правильные боевые действия, нужна холодная голова. На той стороне воюют враги, ну, я их тоже уважаю. По-своему. Я хочу сказать спасибо 79-й аэромобильной бригаде за то, что отнеслись к моим ребятам, которые попали в плен, как к людям. Что они поломали, их там не покалечили. Большое спасибо. Я обещаю, если вне бригады ко мне кто-то попадет в плен, я верну их целыми невредимыми. Хотя у меня уже пленные были неоднократно, но никого мы не били, не ломали. Даже одного вылечили, из Полтавской области Валера зовут. Я думаю, если он увидит репортаж, он знает, как выявы. Его сестра и его мать мне звонили и сказали мне спасибо. Центр Донецка. Посмотрите, обычные люди. Они хотят жить, как привыкли. Спокойно работать, любить, расти детей, воспитывать внуков. Всего лишь. Но полной тишины еще нет. А перемирие – это еще не мир. Мир для меня, когда я больше никогда не увижу немецких хрестов на руках, когда я никогда не увижу, как сказать, этого национализма, когда я увижу, что будет все действительно по-настоящему, тогда, может быть, у меня будет успокоение души. Но ведь в Новороссии сегодня очень много людей, которые с наступлением мира не смогут жить по-другому. Взять все тех же Гиви и Мотору. Это люди, которым пришлось стать особыми, непохожими на остальных. Только вот, что делать потом с этими качествами, приобретенными не для мира, а для войны? Если, допустим, взять и Первую мировую, и Вторую мировую войну, не так уж люди, трактористы, рабочие, они были готовы стать воинами, и они же стали ими. Они стали воинами, стали героями. Таких героев у меня в подразделении, у Гиви в подразделении, есть в других подразделениях, есть тоже герои, которые сделали не меньше, чем я. Может, не как командиры, а конкретно как бойцы. Ну, просто получилось так, что вот я вот так вот раз и упал. Я не хотел этого. Я к этому не стремлюсь, не хотел этого. Глядя на них, я понял, что могу представить себе очень многое. Только не этих ребят в обычных штабских костюмах, без разгрузок и автоматов. Я не могу их представить веселыми и беспечными. И, наверное, это неправильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...